Всем привет! Меня зовут Алексеев Николай, вы смотрите канал LoftBlog, и это восьмой урок из цикла GameDev с Unity. Сегодня мы с вами поговорим про системы контроля версий. Системы контроля версий к самой Unity не имеют ровным счетом никакого отношения, и данный урок будет полезен абсолютно всем разработчикам всех сред. Но мы все-таки постараемся рассмотреть их именно в разрезе геймдева в Unity. Не затягивая вступления, сразу же покажу, что такое система контроля версий и какую пользу вообще они могут вам принести. Сейчас на экране будет происходить некое количество не совсем понятных действий, не углубляйтесь в это, посмотрим именно в то, как это работает, а все, что я буду делать, я объясню чуть позже. Итак, давайте абстрагируемся от Unity и от геймдева вообще, и просто посмотрим, что происходит на экране. Предположим, вы написали суперфункцию, увидев которую, любая женщина просто сразу же готова выйти за вас замуж. Используя систему контроля версий, вы, конечно же, сразу фиксируете свой успех. Но потом получается так, что вы хотите внести в функцию какие-то изменения, чтобы сделать ее еще лучше. Вы портите код вашей функции до такой степени, что теперь ни о какой свадьбе не может быть и речи. Итак, что же нам теперь делать? Мы идем в систему контроля версий и откатываемся на шаг назад. И вуаля, у нас снова наша самая крутая на свете функция. То, что вы сейчас видели, это одна из очень важных функций, которые позволяют выполнять систему контроля версий. Однако, естественно, не единственная. Но именно меня к системе контроля версий зацепили в первую очередь именно возможностью откатываться на любой шаг разработки назад. Потому что я в первую очередь занимаюсь разработкой в одиночку, не в команде. Однако, системы контроля версий предназначены как раз таки для работы в команде. И позволяют вам контролировать код, который вы пишете, сразу несколькими людьми. Рассмотрим пример. Любая система контроля версий поддерживает удаленные репозитории. Репозитория — это место хранения вашего проекта где-то. Оно может находиться непосредственно на вашем компьютере, на сервере в вашей локальной сети, или вообще на удаленном сервере где-то в интернете. Каждый раз, когда вы ведете разработку, после завершения определенного этапа, вы делаете фиксированную точку своих изменений. А после окончания работы обязательно загружаете все изменения, которые вы внесли, на тот самый удаленный репозиторий. То же самое делает человек из вашей команды, находящийся либо за соседним столом, либо вообще в другом конце земли, но вы вместе с ним работаете над одним проектом. Каждый из вас выполняет свою задачу. И в конце рабочего дня вы оба загружаете все, что вы сделали за весь день, на тот самый удаленный репозиторий. На следующий день, когда вы захотите вновь поработать над проектом, первое, что вы делаете перед тем, как начать работу, вы стягиваете с сервера все изменения. Таким образом, вы получаете самую последнюю новую версию проекта, над которым вы работаете, и у вас появляются весь тот код или все те материалы, над которыми работал ваш коллега. Он делает то же самое, и у него точно так же появляется весь код, который делали вы. Через логи системы контроля версий можно посмотреть, кто и какие изменения в какие файлы вносил. Можно откатиться к любому шагу назад, до изменений любого из членов команды. Каждый из членов команды может вести разработку в своей собственной ветке, а в конце концов можно произвести объединение этих самых веток в единую версию продукта. В случае возникновения конфликтов система контроля версий вас об этом оповещает и предоставляет возможность эти самые конфликты разрешить, выбрав один из вариантов, тот, который был изначально, тот, который написал ваш коллега, и тот, который написали, к примеру, вы. В случае отсутствия конфликтов вы получаете полноценную новую версию, которая включает в себя абсолютно все функции, написанные и вами, и другими участниками команды. Чем же это хорошо непосредственно для игростроя? Во-первых, если вы позиционируете себя как разработчики, неважно, левел-дизайнеры вы или программисты, или вы человек-оркестр, который делает все сам, вы просто обязаны работать с системами контроля версий хотя бы с точки зрения работодателей. В один прекрасный момент, когда вы захотите устроиться на работу в геймдев, вас обязательно спросят, работали ли вы с ГИД или СВН. ГИД и СВН — это две наиболее распространенных на данный момент времени на рынке системы контроля версий, о которых вас спросят в практически любой компании. Наибольшую часть рынка занимает ГИД. Сторонники ГИДа утверждают, что это происходит потому, что СВН давно устарел и начинают перечислять определенный список преимуществ ГИДа над СВНом, совершенно не задумываясь о том, что СВН тоже развивается. И на самом деле все эти преимущества уже давным-давно канули в лету, а СВН является полноценной системой контроля версий, которая сейчас выполняет ровно те же самые функции, что и ГИД. Однако работодатели и очень большое количество разработчиков в мире предпочитают именно ГИД. Поэтому, скорее всего, вам тоже следует обратить внимание в его сторону. Ну а лично мой совет — лучше посмотреть во все возможные стороны и выбрать то, что вам понравится больше. Ну что ж, давайте вернемся именно к геймдеву и непосредственно к Юнити и посмотрим, как работать с системами контроля версий в ней. В Юнити есть встроенная система контроля версий. Находится она по кнопке меню Window, кнопка Version Control. Но дело в том, что доступна эта функция только в версии Pro, что, собственно, заставляет нас использовать какие-то сторонние решения. Система контроля версий, встроенная в Юнити — это СВН. На AssetStory есть определенное количество ассетов, ну, по крайней мере, раньше было точно, которые позволяют работать с СВН вне внутреннего функционала Юнити. Я же все-таки советую вам использовать именно стандартный функционал самих систем контроля версий, не привязываясь к движку в принципе. Дело в том, что такие вещи, как какие-то проприетарные форматы движка, а именно, например, файлы сцен, расположение элементов на сцене и прочее, к сожалению, на данный момент недоступны для понимания системам контроля версий. То есть, если вы и ваш коллега работаете одновременно на одной сцене и расставляете на ней различные какие-то предметы, но вы работаете исключительно на северной части карты, ваш коллега — на южной. Вот у вас разделение такое. Каждый из вас построил по городу, каждый из вас зафиксировал свои изменения в системе контроля версий, но в результате на выходе вы не сможете объединить ваши изменения в одну большую сцену. Поэтому пытаться использовать какие-то сторонние ресурсы, которые пытаются интегрировать сами себя в Unity — это бессмысленно. Если вы уже работаете над каким-то проектом, то я бы советовал вам начать использовать систему контроля версий прямо сейчас. Если же вы только собираетесь начать работать над каким-то проектом, то, опять-таки, мой личный совет — начать использовать систему контроля версий сразу же с началом создания вашего проекта. В чем преимущество и простота в данном случае? Чем раньше вы начнете использовать систему контроля версий, тем легче ей в дальнейшем будет работать. Дело в том, что система будет замечать только изменения, которые вы внесли в проект. Ей не придется каждый раз в удаленной репозитории копировать весь ваш проект. Она сделает это всего один раз, самый первый, когда вы это сделаете. Если проект уже как-то развит и достаточно объемный, то, естественно, это действие займет какое-то определенное время. Если же проект только создан, в нем еще нет ничего, то и системе будет легче работать с вашими файлами. Итак, что нам нужно для того, чтобы начать работать с системой контроля версии в нашем проекте? Показывать буду на примере гита. Первое, что нам нужно сделать, это создать файлик gitignore. Файлик gitignore подразумевает под собой список тех файлов и папок, которые не будет воспринимать гит для дальнейшего отслеживания изменений в вашем проекте. В официальной документации Unity в разделе как раз-таки посвященном использованию сторонних систем контроля версий советуется удалить папочку library, потом инициализировать репозиторий и уже после фиксирования всех изменений в системе контроля версий вновь запустить проект, чтобы он создал папочку library и после этого добавить ее в игнорирование. Гит позволяет вам делать это с самого начала, ничего удалять не нужно, просто те файлы и папки, которые будут указаны в файле gitignore, не будут учитываться гитом в принципе, как будто их и нет. Файлик gitignore — это обычный текстовый документ без названия с расширением gitignore. Правила его заполнения вы найдете в интернете просто неисчисленное множество, поэтому на этом заострять внимание не буду. Далее вы инициализируете репозиторий. Собственно, это делается командой init. Для начала работы с гитом вы должны скачать гит с официального сайта гита, ссылочка в описании. Установка производится со стандартными параметрами, то есть ничего настраивать не нужно, просто как обычно далее, далее, далее. И все, вы получите работающий гит, уже интегрированный в вашу систему. Далее вы просто правой кнопкой мыши щелкаете в той папочке, в которой находитесь, то есть именно в папочке вашего проекта, не в папочке assets, а именно в папочке проекта, там, где находятся assets, library и прочее. И там выбираете пункт git bash here, то есть он откроет вам командную строку гита непосредственно в том самом месте, где вы находитесь. После чего вы пишете git init. Нажимаете enter, и у вас инициализируется пустой репозиторий непосредственно в этом месте. То есть он еще ничего не знает о вашем проекте, он просто знает, что в этой папке есть репозиторий гита. Далее вы пишете git added и точка. Это означает, что вы хотите добавить абсолютно все файлы, о которых он еще не знает, в отслеживание. Если вы не поставите точку, то вам придется указывать каждый файлик в отдельности, то есть его имя, расширение, вместе с путем до папочки и так далее. Это как минимум муторно, даже в том случае, если это еще пустой проект. Соответственно, вы ставите точку, добавляете абсолютно все файлы. Это займет какое-то время в зависимости от размеров вашего проекта, и после этого вы должны сделать первый commit. Commit — это команда как раз-таки фиксирования ваших изменений. Если вы не будете делать коммиты, то вам не к чему будет откатываться, вам нечего будет отправлять на удаленный репозиторий, и никто никогда не узнает о том, что вы вообще делали в проекте. Соответственно, вы пишете git commit, дальше добавляете ключ M, и в кавычках указываете комментарий к вашему коммиту. В комментарии, в принципе, писать можно все, что угодно, но чаще всего туда пытаются написать что-нибудь осмысленное, чтобы понятно было, что именно было сделано на данном шаге разработки. Желательно добавить удаленный репозиторий. Если вы работаете один на одном компьютере, то это вам, естественно, не нужно. Удаленный репозиторий вам может не пригодиться. Но я, тем не менее, покажу, как с этим работать, потому что, во-первых, вы можете захотеть работать один, но на разных компьютерах и обращаться к удаленному репозиторию. Во-вторых, к вам вдруг может подключиться кто-нибудь еще помимо вас, а может быть, вам просто хочется понять, как это работает. Удаленный репозиторий добавляется командой git remote add, то есть добавить удаленный репозиторий. Все просто. Дальше, после того, как вы напишите git remote add, вы даете название этому удаленному репозиторию. Назвать его можно хоть как черта лысого, как вам удобно. Но по стандарту во всей документации всегда пишется, что первый удаленный репозиторий, который вы добавляете, называется origin. Это имя вы потом будете использовать во всех ваших командах push и pull. Push и pull — это команды отправки на удаленный репозиторий и получения данных с удаленного репозитория. Соответственно, вы должны будете указывать внутри этих команд имя того самого удаленного репозитория, поэтому лучше всего называть его не как-нибудь замудренно, а либо просто origin, либо придумать свое название, но которое вы точно не забудете. И после того, как вы добавили удаленный репозиторий, вы, собственно, должны сделать первый push. Делаете его командой git push origin master. Это означает, команда, что вы берете весь ваш последний коммит и отправляете его в удаленный репозиторий, который вы добавили с названием origin или с тем названием, которое добавили вы, соответственно. master — это ветка, в которую вы делаете ваш push. Веток может быть множество, как и удаленных репозиториев у одного проекта. Соответственно, внутри команды push и внутри команды pull, то есть забрать обратно, вы должны указать и репозиторий, и ветку. В официальной справке Unity написано, что перед тем, как вы будете делать свой первый коммит и добавлять в него, соответственно, файлы, вам необходимо в настройках самого Unity сделать видимыми метафайлы. Там же написано, что после того, как вы это сделаете, создадутся файлы с расширением мета и названием, соответствующим каждому ассету, находящемуся в вашем проекте. Однако это все ложь и провокация. На самом деле метафайлы создаются в Unity сразу же, как только там появляются какие-то вообще ассеты, файлы, папки или что бы то ни было. Внутри метафайла в Unity хранится основная служебная информация, которую она понимает и использует для того, чтобы запоминать какие-то настройки этого ассета, то, с какими параметрами он был импортирован внутрь движка и так далее. Сейчас на демонстрационном видео, когда я добавлял проект, я не делал эти файлы видимыми специально для того, чтобы посмотреть, как поведет себя система контроля версий, и она повела себя прекрасно, стянув эти самые метафайлы в том числе. Итак, вы сделали пуш вашего проекта на некий удаленный репозиторий. У вас в команде появился еще один человек, и он хочет работать с вашим проектом. Он должен сделать для себя клон вашего репозитория. Это делается командой git-клон. Все названия команд просто катастрофически логичны, поэтому иногда даже объяснять их смысл немножко странно. Но, тем не менее, он создает пустую папку, открывает в ней консоль гита и пишет git-клон и название, именно путь до удаленного репозитория. Дальше он может либо оставить так, либо в конце поставить еще точку. Точка в конце будет означать то, что проект клонируется непосредственно в ту папку, где он находится. Если не поставить точку, то система контроля версии создаст отдельную папку и уже в нее поместит ваш проект. Вот пример. Как видите, после того, как я сделал клон с добавлением точки, у меня не создалось никакой дополнительной папки. Весь проект скопировался именно туда, где я открыл нашу консоль. Теперь вот с этим вот уже git-репозиторием второй человек может работать полноценно дальше, как с тем, который создали вы. То есть ему не нужно добавлять удаленный репозиторий. Он уже там автоматически добавлен внутрь. То есть он может делать push и pull сразу же, если у него, конечно, есть на это права. Соответственно, ему не нужно и инициализировать git-репозиторий. То есть он уже инициализирован в данном случае. И стянув проект, человек просто открывает Unity, открывает этот проект там и начинает с ним работать. Как вы можете заметить, папочки library у нас нет. Собственно, как и говорилось в документации Unity, что ее не нужно добавлять в систему контроля версий. Папочка library добавится автоматически, как только вы откроете этот проект Unity. Давайте посмотрим, как это происходит. Проект открылся. Вот она наша с вами турелька, которую мы делали в прошлом уроке. Все прекрасно. С этим проектом можно дальше работать. Как вы можете заметить, папочка library появилась в проекте, и она теперь будет независима от вашего проекта. Как вы видите, здесь также появился файлик git-ignore, в котором, как вы можете догадаться, указано то, что мы указывали изначально в нашем проекте. Соответственно, второй человек, который клонировал себе этот проект, может с ним работать, добавлять новые файлы, писать какие-то скрипты, добавлять модели, потом делать коммиты, пушить их на сервер. Вы будете делать себе пул и получать все те изменения, которые внес этот самый другой человек. Все то, что мы сейчас проделали, можно делать и с другими системами контроля версий. В официальной документации Unity есть раздел, посвященный подключению сторонних систем контроля версий к Unity, и там как раз-таки описан пример на основе работы с SVN. Ссылочка будет в описании. Обязательно ознакомьтесь, это просто дополнительная полезная информация. Вполне возможно, что вы будете работать именно с SVN, тогда вам это будет важно. Я сейчас показал, как я подключаю удаленный репозиторий, как я его клонирую, но этот самый удаленный репозиторий в данном конкретном случае был создан на моем же компьютере. Вы можете создать его внутри своей локальной сети, на каком-то сервере своем, к которому вы имеете прямой доступ по файловой системе, либо же вы можете использовать сторонние репозитории, которые предоставляют вам различные сервисы. Сервисов, предоставляющих сторонние репозитории, достаточно много. Самый популярный среди них — GitHub, но у него есть очень важный недостаток — это то, что все репозитории, которые вы создаете в нем, они публичные, то есть доступны абсолютно всем пользователям, в том случае, если у вас не платный аккаунт. То есть если вы хотите приватные репозитории, которые будете видеть только вы, то платите денежки. Но, к счастью, есть его аналог, который предоставляет абсолютно точно такой же функционал, но тем не менее дает возможность создавать приватные репозитории. Называется он GitLab. И опять-таки ссылочка будет в описании. На нем вы можете создавать свои Git-репозитории, пушить на них, получать с них pull и работать своей командой с этим репозиторием, не боясь за то, что ваши файлы попадут в третьи руки. Также есть еще сервис SourceForge. Ссылочка также будет в описании. Советую просто погуглить на эту тему. Сервисов, которые предоставляют удаленные репозитории, очень много. Это могут быть как Git-репозитории, как SVN-репозитории, так и многие другие. И в принципе, если у вас, допустим, есть свой собственный удаленный какой-то сервер под управлением, скажем, Linux, с которым у вас есть связь по SSH, то вы можете поднять на этом сервере собственный репозиторий. Для этого просто нужно установить Git на ваш сервер и подключаться к нему по SSH, используя все те же самые команды, просто именно в пути протокола подключения будет указано именно SSH. Вы же не заметите никакой разницы. Git будет просто работать по другому протоколу, но тем не менее все ваши файлики будут храниться на вашем собственном сервере. В качестве последнего примера давайте просто посмотрим на то, как работать с командами push и pull, будучи двумя разными людьми. Предположим, что вот наш самый проект, у нас есть турелька, и вы захотели внести какие-то изменения в работу этой самой турельки. Что вам нужно сделать для того, чтобы ваш коллега об этом узнал? Мы сделали вид, что внесли какие-то изменения скрипт, добавили его в Git, сделали commit и сделали push на сервер. После чего мы возвращаемся в проект, который якобы является проектом другого человека и смотрим, что происходит там. Как мы видим, здесь никаких изменений не произошло. Дело в том, что нужно взять себе в привычку, прежде чем начинать работу с проектом, который подключен к системе контроля версий, первым действием вы должны сделать pull. Даже если там не было никаких изменений, система контроля версий вам просто об этом скажет и скажет, что у вас все и так находится в текущей версии. Вы ничего от этого не потеряете, но зато вы точно не получите никаких конфликтов и у вас все будет прекрасно. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Как мы видим, гид нам сообщил, что у нас произошли изменения в одном из файлов. Давайте посмотрим, что у нас внутри этого файла. И вуаля! У нас подтянулись все изменения, которые вы произвели в вашем основном проекте. Таким образом, вы можете работать с вашим проектом несколькими людьми. И прелесть еще заключается в том, что гид прекрасно понимает такие форматы файлов, как C Sharp или JavaScript, если вы работаете на нем, благодаря тому, что эти форматы по совести являются обычными текстовыми документами. Если вдруг в один прекрасный момент вы и ваш коллега внесли изменения в один и тот же скрипт, в одни и те же строки кода, гид сообщит вам о том, что у вас в этом месте находится конфликт и даже обозначит его определенным образом. И вы сможете понять, что что-то, видимо, кто-то из вас сделал не так. Изменения будут замечаться и в остальных файлах, в том числе и в тех формате которых гид не имеет ни малейшего представления. Это могут быть какие-то бинарные файлы, могут быть проприетарные форматы, которые вы изобретете сами. Дело в том, что гид с теми форматами, о которых он не знает, работает как просто с бинарными файлами, сравнивая их просто тупо побайтово. Гид замечает внесенные изменения и, соответственно, обязательно при том, когда вы делаете коммит, а потом пуш и пул, опять-таки, эти самые изменения вносят в те же самые файлы на стороне другого пользователя. И у него они будут работать совершенно корректно, потому что они будут скопированы именно побайтово, а, соответственно, будут являться точной копией ваших файлов, вне зависимости от того, что гид не знает, что это за формат. Прелесть еще использования системы контроля версии заключается в том, что все это время на сервере, где находится ваш репозиторий, не хранятся все копии всех ваших файлов, всех ваших коммитов и шагов. Там хранится именно метаинформация об изменениях, которые вы вносили в документы. Это очень сильно сокращает использование места дискового пространства и, соответственно, ускоряет работу, именно с точки зрения работы даже по сети, на предмет скачивания и закачивания информации на сервер. Я также обещал вам показать, как работать с SVN, но в процессе подготовки данного урока пришел к выводу, что сильно углубляться в это нет смысла. Для работы с SVN конкретно я использую клиент тортис SVN, черепаховый SVN. Это не означает, что он работает медленно, просто у него такое название. Его удобство заключается в том, что у него достаточно понятный интуитивный интерфейс, именно пользовательский, то есть GUI обычный, не консольный. Вам никто не запрещает использовать консольный вариант SVN, просто конкретно в данном случае мне было удобнее для понимания того, как он работает, использовать именно GUI-вариант. Итак, просто в качестве примера создадим какой-то рандомный проект, в нем ничего не будем создавать, создадим отдельный репозиторий и создадим клона данного репозитория в другой папочке. Посмотрим, как это работает. Возвращаясь к вопросу о том, что в официальной справке Unity написано, что необходимо удалить папку library, тортис SVN позволяет нам выбрать те самые файлы, которые мы хотим закоммитить на сервер, на репозиторий удаленный, и там, соответственно, мы можем просто не выбирать папочку library, и все будет прекрасно. Соответственно, удалять ее не будет никакого смысла. Затем просто в новой пустой папочке мы вызываем команду checkout, скармливаем ей путь до удаленного репозитория SVN с нашим проектом, и он делает то же самое, что делает команда clone у GTA, создавая этот самый SVN репозиторий непосредственно в том самом месте, куда вы и укажете. Если вам вдруг показалось, что по SVN очень мало информации, и о нем нужно говорить больше, пишите об этом в комментариях. Подготовлю полноценный урок именно по SVN, покажу, как работать и с консолью, и с пользовательским интерфейсом, и как работать непосредственно с проектами Unity, но я думаю, что всю эту информацию вы все способны нагуглить. В конце концов, ничего секретного в этом нет абсолютно. подводим итог нашего урока. Итак, система контроля версии. Это слово-сочетание произносилось за урок столько раз, что у меня уже от него голова болит. Но что делать? Она позволяет нам контролировать версии нашего продукта, как бы это не было парадоксально просто. Вы можете работать в команде, можете работать один, но она позволит вам, во-первых, контролировать все изменения, которые вы вносите в ваш проект, в любой момент времени вернуться к какому-то предыдущему шагу, либо просто посмотреть, как там было и продолжить разработку с текущего места, либо вернуться к этому месту и продолжить разработку именно с какого-то шага назад, уйдя таким образом в отдельную ветку. Точно так же у вас есть полноценный лог того, кто и какие изменения вносил. Это замечательная вообще практика с точки зрения работы в команде, потому что это реально позволяет упростить вам жизнь. Unity в данном случае это не что-то сверхъестественное, что только в ней можно так работать. Скорее даже наоборот, она вообще здесь только сбоку припеку. То есть вы должны работать с системой контроля версии вообще везде в принципе. это очень удобно. Будьте разрабатываете вы сайты, пишете игрушки на Unity, или же вы пишете какие-то серьезные декстопные приложения, приложения под Android или iOS и так далее. Везде используйте систему контроля версии. Во многих средах разработки она бывает уже даже встроенная, то есть вам даже думать ни о чем не нужно. Просто используйте. Это капец как полезно. И даже просто, если случается так, что вам в принципе она кажется не очень нужной. Вы работаете один, вы всегда делаете бэкапы всех ваших версий, у вас целое просто файловое хранилище, в котором вы можете найти любую свою версию. И там есть все, что вам нужно. Вы можете откатиться с помощью бэкапов назад, как вам нужно. Все прекрасно. Но если вы хотите работать разработчиком в какой бы то ни было компании, причем разработчиком практически в любой среде, не важно абсолютно геймдев это или какая-то другая среда разработки, система контроля версий требуется практически везде. Тут такой маленький совет. Просто очень частая ошибка, которую допускают люди на собеседовании, и даже я ее допускал добрые там года три назад. Когда меня спросили, работали ли вы с ГИТом, я сказал да, и сказал, что собственно работал я с ГИТХАБом. Дело в том, что ГИТХАБ и ГИТ это как бы вещи разные. ГИТХАБ это не более чем просто сервис, который предоставляет вам удаленный ГИТ-репозиторий. И поэтому вы должны работать не с ГИТХАБом, а именно с ГИТом. Работая с ГИТом в принципе, вам абсолютно будет плевать, будете работать вы с ГИТХАБом, с ГИТЛАБом, с СОРДСФОРЖем или с чем бы то ни было еще. Ну и соответственно, если у вас будет достаточно большой опыт работы с системами контроля версий, работодателю это будет плюсом. Также хотелось бы сделать небольшое объявление, немножко не связанное с данным конкретным курсом в принципе, однако связанное с разработкой игр в целом. Дело в том, что я и еще несколько товарищей выходцев из сообщества гейм-криэйтинг комьюнити поднимаем сейчас новое сообщество, именно посвященное разработке игр в целом. Там не будет какого-то строгого уклона в конкретные движки, то есть только Юнити или только Unreal и все, и пошли все остальные лесом. Нет, мы постараемся сосредоточить в одном месте максимальное количество полезной информации именно для разработчиков игр. Это не будет какой-то конкуренцией для других аналогичных порталов, таких как unity3d.ru или crydev.ru и так далее. Мы скорее будем позиционировать себя как дополнительный проект, который будет помогать разработчикам игр в поисках полезной информации. На данный момент времени есть сообщество ВКонтакте, ссылка на него сейчас отображается на экране и будет в описании. Потом впоследствии мы планируем запустить сайт, обязательно об этом будет сказано. Если вам интересно, присоединяйтесь к нам. Чем больше вас будет, тем больше у нас будет стимула делать полезный контент. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился урок, ставьте пальцы вверх. Если не понравился, обязательно пишите, что именно не понравилось. Задавайте вопросы, если они у вас есть. Будем отвечать на все. И будем готовить следующий урок, в котором мы с вами и увидимся. Всем пока!